Так, надеюсь, со звуком все в порядке. Здравствуйте еще раз. Да, я сегодня представляю кейс сети Sushi Kim. Роза уже сказала о том, кто я. Я маркетолог и курирую проекты внедрения в консалтинговой компании RBS Business. Здесь указаны мои контактные данные. Инстаграм, присоединяйтесь, буду рада знакомству. Так, со звуком. Так, компания Sushi Kim, в которой мы проводили внедрение сервиса UDS, на сегодняшний момент это сеть Sushi Discounter, работает в 16 городах и населенных пунктах, поэтому можете присоединяться. Возможно, если в вашем городе еще нет Sushi Kim, в скором времени, скорее всего, появится. Направление бизнеса выбрано не случайно. Владелец бизнеса Ким Вадим Владимирович задолго до создания бизнеса 10 лет проработал профессиональным поваром. Работал он в японском ресторане, совершенствовал свое мастерство кулинарное, обучаясь у других мастеров, в том числе в Петербурге. И однажды, вот в 2013 году, его идея о том, чтобы накормить вкусно блюдами ресторанного качества максимальное количество людей по доступной цене, вот воплотилось в таком сервисе доставки готовой еды. Sushi Kim позиционирует себя как магазин-дискаунтер, который осуществляет доставку блюд ресторанного качества по доступной цене. С сервисом UDS собственники бизнеса познакомились сначала как клиенты, оценили приложение достаточно простым, удобным, которое позволяет экономить. И позже, по мере того, как бизнес развивался, появлялось все большее количество филиалов, Вадим Владимирович и его партнеры стали понимать, что необходимо найти такие маркетинговые инструменты, которые бы помогли занимать достойную конкурентную позицию на рынке, помимо того, что компания предоставляет качественный сервис и продукцию. И таким образом владельцы самостоятельно нашли информацию о сервисе UDS, изучили внимательно функционал, вышли на партнера Юлию Городкову, которая в январе 2021 года заключила с ними контракт на приобретение в рассрочку лицензии UDS. Несколько месяцев спустя собственники обратились в компанию RWS Business для того, чтобы провести комплексное внедрение сервиса во все филиалы. И с тех пор я курирую этот проект как внедрение. На старте проекта мы провели традиционную установочную сессию для того, чтобы определиться со стратегией развития. И здесь мы столкнулись с такой проблематикой в бизнесе. Во-первых, сеть быстро масштабировалась. Соответственно, необходимо было найти удобные способы и быстрые способы оцифровки клиентов на самом старте. Во-вторых, формат дискаунтера налагал определенные обязательства на магазины, в которых должны были быть цены более доступны. Благодаря чему? Скидки было использовать уже невыгодно. И собственники понимали, что это обесценивает то качество, которое предоставляется качество блюд. И поэтому искали новые решения, что сделать. Кроме того, наличие постоянных акций, распродаж требовало эффективного, экономичного, быстрого оповещения клиентской базы, которая росла не по дням, а по часам у сети Сушики. И еще такой момент, проблематика – это строгий контроль качества. Строгий контроль качества, а по мере роста сети это становилось делать все сложнее для управляющих и владельцев бизнеса. Поэтому тоже необходимы были какие-то инструменты, которые бы помогали в этом. Исходя из боли бизнеса, мы поставили перед собой задачу на старте внедрения проекта. Здесь на слайде они указаны, но в целом, могу сказать, они касались сокращения затрат, связанных с привлечением клиентов и оповещением клиентов, связаны они были с формированием клиентской базы быстро, с формированием подписной базы для рассылок. Задачи также связаны с онлайн-упаковкой бизнеса, потому что продвижение через приложение, продажи через приложение, то есть онлайн-заказы – это тоже была такая задача, которая очень в приоритете, скажем так, находится у бизнеса, именно в сфере общественного питания и доставки блюд. И увеличение лояльности клиентов, возвращаемости, удержания клиентов благодаря и программе лояльности, и благодаря системе обратной связи. Для решения поставленных задач нами был разработан план внедрения, где мы выполнили поэтапно все шаги, необходимые для реализации. Настроили программу лояльности, выставили настройки таким образом, что приветственный бонус был не очень высокий, 50 бонусов, но процент списания у нас был достаточно большой, и здесь в настоящее время 50%. У клиентов есть возможность повысить статус своей бонусной карты с 3% до 10%. Здесь при создании статусов использовали некий креативный подход, учитывая особенность азиатской культуры нашего бренда. Статус карты меняется у клиента в зависимости от суммы его покупок либо количества рекомендаций, которые они делают. Также мы провели интеграцию с кассовой учетной системой FrontPad, для того чтобы облегчить и ускорить процесс проведения оплат при расчете с клиентом. На сегодняшний момент на 98% готовы мы запустить модуль онлайн заказов. Мы с помощью такой вот возможности через support, через техподдержку перенесли блюдо меню в приложение, и у нас уже практически структура нашего меню готова к тому, чтобы принимать заказы от клиента. Кроме того, мы забрендировали точку, подготовили тейбл-тенты, вот такие стикеры предполагаются для упаковки готовых блюд. Входная группа и монетницы также имеют свой код, причем на монетнице мы использовали NFC-метки, которые предполагают, что клиент просто подносит телефон и тут же может присоединиться к программе лояльности. Помимо этого, мы подготовили контент-план текста и визуал для распылок в соцсетях и в приложениях BDS. Естественно, важным этапом стало обучение персонала. Здесь есть некая особенность в бизнесе. Сеть большая, сотрудников много, и присутствует так или иначе текучка кадров. Для того, чтобы новые сотрудники максимально быстро включались в процесс, мы записали короткие видео уроки, их всего 3, 10-15 минут длительностью, где кратко рассказали о том, что такое бонусная программа с Уши Ким на базе UDS, как технически решаются вопросы регистрации клиентов и проведения оплат, каким образом клиента приглашать в программу лояльности и другие важные аспекты, которые касаются только данного бизнеса. То есть там уроки записаны со спецификой на данный бизнес. Это помогает очень быстро включить сотрудника, и по итогу также разработали шаблон аттестации, тоже можно делать уже без нашей помощи, и клиент может использовать эту форму. И ввели строгую дисциплину транзакции через UDS, то есть тоже, что очень важно. На сегодняшний момент у нас есть результаты, которыми можно гордиться. Большие молодцы те филиалы, которые активно включились в процесс. Мы видим прогрессивный рост клиентской базы. 90-100% в месяц растет клиентская база. Вот на момент подготовки сегодня к презентации я увидела, что 5070 клиентов уже у нас в базе. И вот всего за три месяца мы оцифровали 4000 клиентов с небольшим. Также очень важно такой момент, который приятно удивил собственника, это то, что клиенты в базе на старте проекта в 45% клиентской базы сформировано благодаря только размещению сушеким в рубрикаторе приложения. То есть, по сути, приложение стало своеобразным источником трафика. И вот этот опыт, естественно, компания будет транслировать, сушеким будет транслировать на свои будущие филиалы, понимая, что приложение достаточно популярно и может уже даже на старте обеспечить некую такую оцифровку, быструю оцифровку клиентской базы на территории занимания. Что еще важно? Достаточно высокая конверсия в покупку. Остальные клиенты пока в состоянии прогрева у нас. Полноценно программой лояльности пользуются 60% клиентов. То есть, они скачали приложение, могут списывать бонусы, получать рассылки от компании. Остальные пока копят бонусы по номеру телефона. Очень важно, что мы теперь знаем частоту покупок клиентов. И здесь мы в цифрах видим, что клиенты с приложением, гости с приложением ходят нам чаще. И еще важный момент. Уже формируется пул лояльных клиентов. 9% клиентов, которые сделали от двух до четырех покупок, обеспечили, внесли 27% в формирование выручки компании. Такой важный момент, который интересует всех собственников, какая же фактическая скидка получится на выходе. На сегодняшний момент система рассчитывает скидку таким образом. Фактически она составляет менее 1%. С учетом того, что суммарно по настройкам это 15%. И в целом 8% выручки, благодаря переходу с прямой скидки на систему пэшбэк, сегодня остается в кассе компании. UDS очень интересна бизнесу с точки зрения реферальной системы. Скромные пока результаты, но тем не менее 120 клиентов нам дало сарафанное радио. Важная задача, которую ставил собственник, это удаленное управление филиалами. Здесь вот на этом и следующем слайде я покажу, как могут отслеживать динамику основных маркетинговых метрик собственники. Это показатель в разрезе филиалов по среднему чеку, а здесь показатель по количеству регистраций клиентов в программе лояльности. Здесь мы, конечно, видим, что есть отстающие филиалы, которые только-только начинают свою работу. Мы работаем над этим. В скором времени подключаем модуль KPI для сотрудников, для того, чтобы простимулировать их работу, вовлечь в процесс и, возможно, также использование конкурсов среди подразделений, что тоже очень поможет нам в вовлечении сотрудников. Вообще удаленное управление для предпринимателя UDS дает возможность, пользуясь приложением UDS Business, очень оперативно видеть основные показатели бизнеса, средний чек, количество покупок в день, количество клиентов новых, зарегистрированных в программе лояльности, и оперативно принимать решения. Это очень ценно. Обратную связь мы уже получаем. На сегодняшний момент каждая десятая покупка у нас с обратной связью. Были моменты, когда клиенты задавали вопросы или проявляли какой-то негатив, их несколько. Но, тем не менее, модератор базы быстро отрабатывал вопросы клиентов, и клиенты остались довольны и продолжают покупать все шиким готовые блюда. Я завершаю свою презентацию. Осталось буквально пару слайдов. Здесь хотела показать тот профит, который получила компания в результате внедрения UDS, в результате комплексной поддержки со стороны профессиональных внедренцев команды RBS Business. Сумма экономии составила 1 119 670 рублей. Это экономия на разработке собственного мобильного приложения, экономия на выпуске карт, экономия на обработке данных о клиентах при внесении в СРМ, экономия на СМС-рассылках. То есть в совокупности эта сумма непотраченных, соответственно, заработанных денег составила такую величину. Дополнительная выручка от реферальной системы, от того, что у нас заработал все-таки Сарафан, дополнительная выручка от привлечения новых клиентов, покупателей из приложения UDS в совокупности составила 613 061 руб. Расходы, связанные с приобретением, с оплатой рассрочки в течение полугода и с оплатой услуг комплексного внедрения, составили сумму чуть более 200 000 рублей. И суммарный профит на сегодня 1 515 264 руб. Вообще, надо сказать, что даже доход, полученный от привлечения клиентов только благодаря размещению на платформе UDS, уже практически покрыл расходы на приобретение и внедрение лицензии. На этом я завершаю сейчас свою презентацию. Обозначить хочу точки роста. Хочу сказать, что мы находимся в тесном взаимодействии сейчас с ответственными лицами, с собственником компании «Сушики». Мы продолжаем консультировать по ключевым вопросам, донастраиваем, скажем так, модуль KPI и консультируем по вопросу вовлечения сотрудников в процесс. Рекомендуем также ввести строгое правило 100% транзакций через UDS. На сегодняшний момент лишь 15% сделок проводится через UDS. То есть данную цифру нужно кардинально менять, и мы будем стремиться. Есть определенный механизм, который мы будем использовать. И, естественно, использование других инструментов, функционала UDS, которые присутствуют. Таким образом мы обеспечим положительную динамику, ускоримся в развитии и будем использовать функционал UDS максимально полно. Моя презентация завершается. Я еще раз напоминаю, что я являюсь специалистом по внедрению UDS в сферу общественного питания с онлайн-доставкой. Я работаю в составе команды компании RWS Business. Можете получить бонусную карту Sushi Team, сканировать QR-код, и я думаю, что вас очень порадует блюдо данной компании. Наталья, благодарю тебя. Благодарю тебя за потрясающий кейс, за отличные результаты за полгода. Очень хорошо, мне прям очень понравилось. Менее 1% скидка при 15% настройках. То есть такие щедрые настройки бонусной программы и менее...